Я какое-то время похожу, чтобы посмотреть на вас, а потом, когда мне надо изходить, я сяду. Господа, мне случалось разговаривать с молодыми людьми, не очень молодыми людьми, про то, как писать текст, те молодые или не очень молодые люди были журналисты или собирались стать таковыми. Вы вроде бы нет, вас Господь миловал. Есть такие. Ну, как исключение, ладно. Как исключение мы терпимы. Но, как правило, вижу, нет. Как вы полагаете, вам какие тексты предстоит писать? Про что, для кого, какого типа? Нет, научные откладываем. Для покупателей чего? А, описать продукт, чтобы на него клюнули. Понятно. Еще какие? Ну, в общем, рекламу. Понял вас, Государь мой. Ну, а также, в случае чего, еще эпитафия. Я понимаю. Значит, хорошо, примерно понятно. Хотя, это, конечно, несколько расплывчато делает сферу тех навыков, которые представляются необходимыми. Дело вот в чем. Когда мы с самого начала ставим перед собой простой плакатель, в котором написано, что я собираюсь писать текст, за который мне будут платить. Это одна песня. Там, в общем, с самого начала правила определены и поехали. У вас не так. Или не совсем так. Поэтому немножко сложнее. Но давайте поедем все равно, начиная с вашей каретки. Первое и очевидное. В текстах, которые вы назвали, и в подавляющем большинстве текстов, которые вы не назвали, верен один очень важный постулат. Ваш предполагаемый читатель не получает денег за чтение ваших текстов. Он не обязан читать то, что вы в припадке вдохновения насочиняли. Больше того, он, честно говоря, этого не очень хочет. Поэтому, принципиальная задача, которая стоит перед написанием вашего текста, заключается, это очень легко сказать, почти невозможно сделать, это очень легко сказать, заключается в том, чтобы завладеть вниманием читателя с первой строчки и не упускать его до строчки последней. Собственно, точно такая же задача стоит перед писателями санетов, термотургических трилогий, плакатов для одиночных пикетов. Но тем проще, у них короткие тексты. Для того, чтобы сделать такие тексты, есть некоторый свод, даже не знаю, как это сказать, даже не правил, а вот таких наработок, потому что текстов за историю человечества написано чертова прорва. И, в общем, примерно стало понятно, как это делается. Перед тем, как начать излагать некоторые из этих простых правил, я скажу две основные вещи, которые, так сказать, за скобками стоят все время. Первое. Я сегодня не буду говорить, ну, по крайней мере, в части, которая касается текстов, я уж там дальше будут разговоры, я не знаю, я не буду говорить ничего, кроме банальностей. Ничего не банального о писании текстов сказать нельзя. Ну, вот как ничего нельзя не банального сказать о процессе деторождения, ну, все уже сказано. Вот так ничего не банального нельзя сказать о процессе написания текстов. все сказано все сказано много десятков тысяч раз ничего нового тут быть не может это первое что надо иметь ввиду все время это дело простое писание текстов дело простое даже писание текстов для заработка журналистика чуть более сложное все равно очень простое потому что мы занимаются миллионы людей в мире массовая профессия не бывает очень сложной это первое что надо знать второе все эти правила для талантливого человека не значит вообще ничего то есть даже талантливому человеку удобнее чесать левое ухо левой рукой но если ему хочется правый пусть чешет на этот счет у меня замечательный пример всегда перед глазами каждый не знаю сейчас много таких людей мало моем поколений было довольно много каждый к того кого хоть когда-то пытались начать учить играть на фортепьянах знают что первое чем начинают мучить несчастного младенца ему начинают вставить кисть кисть должна быть кисть запястье должно быть высоко на клавиатурой пальца округлый бубу-ля-ля на это убивают много времени вот бедным детям ставят кисть сейчас делал простое в youtube можно посмотреть посмотрите как играл может быть главный виртуоз 20 века владимир горовец три четверти времени запястье под клавиатурой прямые пальцы он прямыми пальцами запястьем под клавиатурой играл головоломные аккордные пассажи в диком темпе это против всех правил у него получалось никто не жалуется если вы настолько сильны что вам эти правила пофигу делайте как вам удобно если нет не выдрючивайте делать как все теперь насчет этих самых правил ну их на самом деле много вот сколько мы с вами отведем на временное трассу столько я буду его буду вам рассказывать потому что можно подробнее можно менее подробно стараюсь начать самых важных а потом по мере по мере сил и возможностей самое главное вы прежде прежде чем написать первую фразу вы должны понять что вы собираетесь написать это как и все остальные правила знает исключения особенно у талантливых людей но в принципе прежде чем вы соберетесь писать текст сядьте тихонечко закройте ваш компьютер ли там на чем вы пишете закройте глазки положите ручки у себя на пузике и подумайте что вы собираетесь сказать где в этом что начало где конец какова структура того материала который вы намереваетесь изложить если материал сложный вам не удастся сделать закрытыми глазами вам придется взять листочек бумажки или там как не знаю как вы делаете и попытаться набросать планчик про этот планчик я не знаю что в нем будет зависит от того о чем вы пишете что вы пишете но я вас настоятельно заверяю он должен быть линейный от начала к концу планчик должен идти вот одной линией кружочек линия в следующий кружочек линия в следующий крючек без ответвлений настоятельнейшим образом советую потому что читатель повторяю не обязан следить за извивом ваши роскошные мысли если вы его с кружочка 2 увели на кружочек 2 а а потом соберете свернуться на 2 и пойти к 3 он на вас плюнет он за вами следовать не будет ему станет скучно я его понимаю поэтому когда вы собираетесь писать какой-то текст который не вмещается то подумайте хорошенько правильно ли вы очертили границы того что собираетесь рассказать возможно ответвление которое вот я вам не советую делать само по себе безумно важно и интересно вероятно вам придется написать про него отдельный текст если вы потратили пол жизни на то чтобы добыть фактуру добыть гениальные мысли именно для этого ответвления да вот напишите для него отдельный текст на большой текст его не вставляйте потому что он помешает для неограниченного круга пользователей читателей неопределенного круга пользователей не пишите сложно сочиненных текст только линейные если вы твердо знаете группу лиц которые обращаются и понимаете что им всем так же как вам важен этот отросток после точки 2 черт с ним пишите но если вы не знаете лично всех кому обращаетесь не валяйте дурака пишите линейный текст линейной логикой от начала к концу от начала к концу никогда обратно второе столь же пожалуй важное соображение опять же исходящее из того что за чтение вашего будущего текста никому не заплатит самое главное что есть в вашем тексте это первый абзац и особенно первая фраза потому что даже если второй абзац у вас будет написан гениальные самого шекспира его скорее всего никто не прочтет если первый абзац был плохой потому что ваш предполагаемый читатель на первом абзаце бросит вас читать если первый абзац ему не понравится на мой взгляд это совершенно очевидно есть некоторое исключение когда текст ближе к техническому чем в билетристическому и поддается жесткому структурированию то есть можно прямо в тексте не у себя там на отдельном листочке а прямо в тексте написать 1 1 а 1 абэ и так далее тогда не очень страшно тогда если вы разочаруете читателя первой строчкой то он переведет глаза на первую строчку пункта 2 уж если там вы его разочаруете вам кранты ничего важнее первой фразы в этом деле нет ну кроме может быть последней фразы до нее еще дожить надо понятно план причем план линейный план до того как вы начнете писать до того он может быть потом изменен в процессе писания но не начинайте писать пока вы имеете плана и ударное начало сохрани вас господь как делает подавляющее большинство непрофессионалов например журналистами журналистики их очень много сохранилась господь в первом абзаце перечислять титулы какого-нибудь оратора подробное название какой-нибудь организации вот рада тата 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 сказал иванов тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та профессор того-то доктор того-то сохранить господь этого быть не должно абзац может начаться с того что профессор иванов сказал глупость . иванов служит там-то, защитился там-то. Это вы скажете во втором абзаце. Но первым абзацем вы людей поймали или думаете, что поймали, что проверить вы этого не можете, пока не попробуете. Третье столь же абсолютно универсальное правило. Абсолютно универсальное. Оно, вероятно, имеет некоторые разночтения для сугубо художественного, творчества, но его мы сегодня не обсуждаем. Во всех остальных случаях главный девиз всякого пишущего предельная, запредельная экономичность, эффективность текста. В тексте не должно быть ничего лишнего. Еще и еще раз, никому не платят за его чтение. Никто не обязан читать лишних слов. Текст должен быть предельно эффективен. Был такой, кстати, не какой-нибудь там журналист поганый, а прямо даже лауреат Нобелевской премии по литературе Исаак Зингер, который уже под занавес своей замечательной карьеры сказал так, что по-прежнему лучшим другом писателя остается корзинка для бумаг. Можно сразу вопрос? Да. А как определить личный текст? Сейчас скажу. You name it. Лучшим другом писателя оставалась корзинка для бумаг, пока не было компьютера. Сейчас лучшим другом писателя остается клавиша delete. Настоятельнейшим образом рекомендую вам их как можно чаще пользоваться. Значит, правило, по которому определяется, что в тексте лишнее, звучит очень просто. Я не сказал, что его будет просто применять. Но звучит оно очень просто. Ни одна фраза, я совершенно не шучу, именно ни одна фраза не должна оставаться праздной. Нет ни одной фразы в вашем тексте, если он хорошо написан, которая не двигает вот по этой самой линейной схеме от начала к концу. Ни одна фраза не делается для красоты, для того, чтобы показать, какой вы умный, для того, чтобы показать, какой вы начитанный, для того, чтобы показать, какие у вас роскошные, знаменитые, знакомые. Вот ничего этого в тексте быть не должно. Но практика показывает, что все эти красоты, как бы они не нравились вам, пока вы пишете текст, безмерно раздражают читающего. А наша с вами задача, как мы помним, чтобы читающий, если уж он взялся нас с вами читать, дочитал до последней фразы. Поэтому ни одной фразы, которая не проталкивает разговор вдоль вашего плана, от первой цифры к последней. Наиболее характерной лишности, вот типичная вещь, которая бывает лишней в текстах, даже у очень опытных людей, вызывается, например, таким обстоятельством. Вот у него есть планчик на бумажке. Пункт первый, пункт второй, пункт третий. Он про пункт второй все, что хотел, сказал. Дальше по планчику надо говорить пункт третий. И он непременно вписывает фразу. А поэтому по здравым размышлениям мы должны сказать следующее. Вычеркивайте немедленно. Никакие переходные фразы от одной мысли к другой не нужны. Читатель не умнее вас и не глупее вас, он такой же, как вы. Если вы, составляя план от 1 к n, от цифры 2 к цифры 3, понимаете связь, читатель тоже поймет. Если это связь действительно логическая, связки не нужны. На уровне композиции это и есть главные принципы экономичности. Линейная композиция и ноль отвлекающих фраз. Другое дело, что этого мало. Потому что большинство текстов, которые мы начинаем читать и бросаем, раздражают нас не этим. Мы не успеваем заметить, что в них дурна композиция. Мы не дочитали до того момента, когда можно говорить о композиции. Мы их бросаем раньше. Почему? Они не экономичны внутри фразы. У них всегда есть масса лишних слов. В те давние времена, когда в России еще учили, они готовили к ЕГЭ. В те времена было известно, ну, были просто специалисты по филологии, по лингвистике, по редактуре, которые показывали чудеса. Просто вот на глазах у потрясенной публики. Мне один раз в жизни показали, я был счастлив, чем, наверное, полгода. Берется обыкновенный текст из обыкновенной газеты. А в газетах не самые плохие тексты. Самые плохие тексты в учреждениях ходят стола к столу. Так вот берется обыкновенный текст из газеты. Подходит человек и вычеркивает оттуда два слова. Из газетного текста вычеркиваются два слова. Слово «который» и слово «является». И от вычеркивания этих двух слов, ну, соответствующие переделки фраз, текст сокращается на 15%. Вы думаете, это шутки? Это не шутки. Это правда. Учрежденческий текст, я думаю, сократится вдвое. Читатель раздражает вот это. Читатель раздражает рыхлость фразы. Читатель уже понял, что там будет дальше, а вы все еще зудите внутри одной фразы. Это катастрофичнее всего. Вы же что-то хотите продать, правда же? Вот чтобы вы что-то имели шанс продать, он же должен прочесть. Но не мешайте ему, не заполняйте ватой каждую фразу. Разумеется, это уже не прямо относится к вопросу экономичности, а относится к более широкой категории, к эффективности текста. Ради Христа не пользуйтесь штампами. Ради Христа. Я прочел, не помню уж, в какой-то, очень какой-то хорошей газете, в большой хорошей газете, в книге редакции, там написано, что если вы поймали себя на том, что вам хочется употребить какое-то словечко, потому что его употребляют все, поменяйте либо словечко, либо круг чтения, либо работу. Это правильно. Штампы катастрофически мешают читать. Этого можно не замечать, пока ты читатель, это нужно замечать, когда становишься писателем. Чрезвычайно важный, я сознательно иду по верхушкам, если кого-то интересуют подробности, я готов буду потом к ним вернуться. Чрезвычайно важная вещь адекватности. Я не останавливаюсь на такой банальности, что на мой-то взгляд эти тексты должны быть честными, как раз если вы собираетесь писать тексты, чтобы что-то продать, вы, может, собираетесь писать лживые тексты. Я не знаю. Я-то думаю, что тексты должны быть честные. Так вот, мне представляется, что честные тексты уж точно, и, наверное, даже лживые тоже, должны быть честны в интонации. Мало есть вещей, так раздражающих читателя, аудиторию, как неадекватная предмету интонация. По-моему, уже больше 10 лет нашему нынешнему президенту господину Путину не могут простить абсолютно адекватной по тексту, но неадекватной по интонации фразу «она утонула». Она ведь утонула. То есть точность фразы была стопроцентная. Она была неточная интонационно, она была уменьшенной по сравнению с ожидаемой читателем, слушателем, эмоцией, поэтому она сильно резанула слух, 10 лет ее все помнят. Точно так же дико режет слух постоянные упоминания в теперешних этих самых оппозиционеров о 1937-м году. Какой нахрен 1937-й год? Вы владеете тремя четвертями СМИ России. Какой 1937-й год? Но эти упоминания шокируют. Человек с тонким слухом, независимо от того, осознал он или не осознал, от этой неадекватности, тона сообщаемой информации, ежится и бросает бумагу. Это неинтересно, это неприятно читать. Это ложь. Даже если вы собираетесь лживую рекламу давать, бога ради, вы давайте ее в правдивой интонации. Следующее. Чрезвычайно важно для любого нехудожественного текста, чрезвычайно важно четкое разграничение источников информации. То, что вы пишете, придумано вами в лучшем случае. Если вы Эйнштейн или, не знаю, там, Нильсбор, в лучшем случае придумано вами на 3%. Все остальное, что вы пишете, имеет источники. Их вовсе не обязательно каждый раз пунктуально и скрупулезно выписывать. Такие тексты тоже нечитаемы. Это бессмысленно. Это хорошо в научном тексте, это бессмысленно в тексте общеупотребительном. Но человек, который вас читает, всегда должен понимать, какого ранга та информация, которую вы ему в данной фразе сообщаете. Это принципиально. Профессионалы это делают, не задумываясь. Хороший профессионал. А вам, если вы собираетесь этим делом заниматься, придется думать об этом. На этот счет есть замечательная у меня история, которую я почерпнул, не помню где, видимо, в книге «Верши горы» такой был полковник, партизан. Что он рассказывал про Даватора. Был такой, значит, мужчина, генерал Даватор, который водил по гитлеровским тылам конные рейды. Представьте себе, зимой в сороковые годы, то есть во время моторизованной войны, конные рейды на тысячи километров по тылам. Это феерия, этого быть не может, это было. Это было, в частности, потому, что у генерала Даватора была феерическая разведка. Он знал, куда шел, знал, откуда уходить, знал. Какие инструкции были у разведчиков Даватора. Очень хорошие, они мне очень нравятся. Их полезно держать в голове вот именно в том смысле, о котором мы сейчас говорим. Разведчики Даватора, возвращаясь в штаб и докладывая полученную информацию, разделили ее на три категории. Вот блестяще, лучше не скажешь. Первая категория, видел сам. Вторая категория, хлопцы говорили. Третья категория, думаю, что. Вот именно ровно по этим трем категориям должна быть разделена вся информация, которую вы сообщаете читателю. Ровно по этим трем. Повторяю, не обязательно в каждой фразе писать. Но надо, чтобы читатель понимал, что вот это, вот за эту часть автор отвечает ну той репутацией, которая у него есть, потому что это он видел сам. Вот это ему сказали хлопцы, а именно вот такие-то и такие-то, если это важно. Например, вот это я прочел у Диккенса, вот это я прочел у Шекспира, а это мне рассказал, извините меня, это как ее звать, Хилтон, не Хилтон, Клинтон. Вот. Значит, это второе. Значит, а думаю, что должно быть специально выделено. Я вам рассказал, откуда я взял данные, и я вот, опять же, отвечаю своим, что есть у меня, именем, репутацией. Я делаю из этого вот такие выводы, вы можете сделать другие, потому что черточка проведена. До сих пор была информация, здесь пошли выводы. Это очень важно, потому что из этого вырастает доверие читателя к тексту. Повторяю, читатель не обязан это рефлексировать. Это совершенно не его дело. Но если у него глаза будут вязнуть в неразберихе между рангами информации в разных фразах, он плюнет и читать вас бросит и будет прав. Теперь о том, как научиться писать текст очень технически. На самом деле, способ один. Ага. Вы совершенно правы, писать. Причем писать много. Я не знаю человека, который чему бы то ни было, ну, кроме безделья, научился с одной попытки. Так вообще не бывает. Писать надо много, чем больше, тем лучше. И писать надо с очень свирепой, с очень свирепой критикой. И свирепую критику вы уж извините, обеспечивать должны себе вы сами. потому что я сильно сомневаюсь, что ваши первые опыты будут внимательно рассмотрены профессиональной критикой всех континентов. Скорее всего, нет. Вам предстоит научиться себя критиковать. Это не так сложно, как кажется. Если есть какое-то время, ну, я думаю, поскольку вы не собираетесь стать профессиональными журналистами, то особенной спешки то у вас и не будет. Это у журналистов дедлайны и вся такая прочая гадость. Хотя, прочь, может, и у вас будет. Вот. Ну, независимо от того, есть у вас спешка, нет у вас спешки, выкроете время вот на что. На некоторую паузу. Когда вы дописали, как вам кажется, беловой текст, я подчеркиваю, беловой, вам кажется, что текст готов, значит, сделайте паузу. Позволяет время день, не позволяет время 10 минут, неважно, какую-то паузу, остыньте. Пусть у вас пальцы перестанут трепетать от последней нажатой клавиши. Остыньте и перечтите текст. Причем, перечтите не раз, и не два, и не три, а сколько сил хватит. И перечтите вслух. Я не требую, чтобы вы декламировали так, чтобы слышали соседи. Можно вслух вообще звук не произносить. Проговорите его мысленно. Именно проговорите. Вы будете потрясены тем, какую неуклюжую дрянь вы написали. Как вам стыдно, что эта абракадабра должна была выйти под вашей подписью. Никто жестче вас не должен относиться к вашим текстам. Вы должны вот этот самый текст ненавидеть, вы должны в нем с лупой выискивать глупости и гадости. Никто за вас этого не сделает никогда. Если вы будете работать там в газете или журнале, вам повезет с редактором, вам помогут. Хороший редактор в этом деле поможет. Никто вас не заменит. Так внимательно, так въедливо, как вы, никто этого читать не будет. и потом, если вы этим делом будете заниматься достаточно долго, если вы этим делом будете заниматься достаточно старательно, и если у вас еще к этому есть некая одаренность, то через какое-то время вы получите довольно высокий приз в этом деле. Высокий приз в этом деле называется собственный стиль. Если вы будете заниматься всерьез и достаточно подряд, достаточно планомерно, у вас появится свой стиль. Ваш текст будет более точной вашей подписью, чем отпечаток пальца. Людей, пишущих сейчас в московских СМИ, ну не знаю, тысяча две. Людей с собственным стилем, ну человек тридцать. Некоторые из них пишут дикую чушь. Я сейчас не про содержание их писаний говорю. Я говорю про то, что вот этот самый стиль это дается не от того, что тебя Господь поцеловал при рождении, а от того, что провел какое-то время в каторжной работе, в каторжном издевательстве над собственными текстами. Ну вот банальности, банальности предельного уровня таковы. По любой фразе, которую я сказал, возможны подробности. Я так понимаю, что для монолога я уже проговорил достаточно долго. Правильно я понимаю? Вот, вот, ну понятно, бездельничать оно проще, конечно. Меня спрашивают, чтобы я сказал подробнее про адекватность интонации. Ну видите, какое дело? Это как и все остальное, как почти все остальное, ну кроме того, что от Бога. Это вопрос ума, это вопрос рациональности. Значит, адекватность интонации, ну, я привел два примера. Путинский был вызван тем, что он не писатель, а тогда еще был неопытный оратор. Он просто не успел понять, что он говорит. Вот, а как правило, преуменьшенная или преувеличенная по эмоциям интонация возникает от нехватки или нежелания, нехватки ума или нежелания подумать. Прежде, чем писать о каком-то предмете, ты подумай, в частности, кроме всего другого, подумай о его масштабе. Является ли обнаружение конвертов с валютой у Собчак аналогом 37-го года? Если ты подумаешь полторы минуты, полторы секунды, ну, наверное, все-таки не является. Можно писать, да, наверное, все-таки не надо о 37-м годе, как-то неудобно. И все, собственно, это рацио, это не вопрос, это даже не вопрос вкуса, это вопрос ума. Сообрази границы. Если твоя сборная по пейнтболу заняла четвертое место на состязаниях в Луховицком районе, не надо писать о торжестве российского спорта. Ну, ну, не надо. Ну, неправильно. Можно. Можно. Не нужно. А, кстати, вот еще одно. Сохрани вас, Господь, не пытайтесь шутить в текстах. Вот, Боже, сохрани. На свете есть очень немного людей, но, по моим ощущениям, среди профессиональных пишущих процента полтора. Которым Бог дал способность шутить в текстах. Они и шутят. Остальным не надо пробовать. Ничего, кроме конфуза, не возникает. Вот, и это, если вы из этих полутора процентов, оно само проявится. Вот, и это, кстати, относится к тому, о чем я, по-моему, уже говорил. Если какая-то фраза в вашем черновике, в вашем тексте вам самому безумно нравится, если вы от какой-то фразы в вашем черновике в безумном восторге, сразу ее вычеркните. Сразу. Потому что есть шанс, там, опять же, полпроцента, что она действительно хороша, а с вероятностью 99,5% поэтому вы выдрючиваетесь. Она помешает читателю, ее не должно быть в тексте. Точно то же самое с шуткой. Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, какой должна быть первая фраза? Человек, который придумает хороший алгоритм для написания первой фразы, ну, не знаю, достойный памятника из золота. Они бывают очень разные. Например, есть знаменитый лид, самый, может быть, знаменитый лид в истории журналистики. Первый абзац репортажа Джека Лондона о Сан-Франциском землетрясении. Он звучит так. Сан-Франциско больше нет. Абсолютно идеальный лид. Ну, лучше просто сделать нельзя. Ну, есть еще такие. Самый ненавидимый человек на земле помер. Это о смерти Гитлера. Есть известные примеры, они плакатные. Но по ним особенно научиться нельзя, потому что не каждый день помирают Гитлеры, не каждый день землетрясения случаются, которые уничтожают в Сан-Франциско. Есть простой, а не короткий, да, длинного первого абзаца быть не должно, длинного Лида быть не должно. Есть простая такая, как бы сказать, аналогия. Вот представьте себе, что перед вами довольно крутой холм, на котором стоит ваш друг. И вы к нему бежите на этот холм, чтобы рассказать ему, о чем вы сейчас будете писать текст. Вот вы бежите, бежите на крутых холм, когда вы добегаете до вашего друга, у вас же дыхания нет, вот то, что вы сможете выпалить, это лид. Есть более циничная версия той же самой притчи. Представьте себе, что вы должны изложить содержание вашего текста в Телеграме по 5 долларов слова из своих. Вот примерно то же самое. Лид, как правило, короткий, в нем должна быть абсолютно точно, должна быть ударная точка. Если вы пишете о таком дерьме, что ударные точки сделать нельзя, ну, придумайте, во-первых, подумайте, стоит ли писать, а во-вторых, ну, придумайте, придумайте эту ударную точку. Не врите, но придумайте, как повернуть. Слушаю вас. У меня, значит, вопрос. Простите, пожалуйста, я уже предоставил слово, да. Прошу вас. Да говорите, говорите, да без микрофона, зальчик-то. Хорошо, следующий вопрос у меня к вам. Стоит ли человеку, который стремится научиться хорошо писать, читать и писать комментарии в интернете? Я поясню, не к своим текстам, а, например, в социальных сетях, потому что комментарии обычно сводятся либо к плюс-один, либо развернутые графованские тексты типа книг Донцовой. Вот стоит ли считать, ведь это может убить вкус и написание таких комментариев это тоже. Мне трудно себе представить то негативное последствие, к которому не может привести игра в социальные сети. Вероятно, она заражает и сифилисом тоже. Не надо участвовать в перебранках в социальных сетях, не надо писать там комментариев, ну не надо. Ну это дурной тон, через некоторое время все это поймут. Слушаю вас. Абсолютно согласен. Коллега процитировал Ницше, который считает, что плохие книги, как плохая еда, портит пищеварение. Да, да, да. У меня вопрос. Говорю неплохо, пишу крайне сухо. Получается, хороший, интересный какой-то проект сделанный или какие-то переживания или еще что-нибудь умещаются в 3-4 предложения. Чем разбавлять? Имеет ли смысл это делать? Да сохрани Господь, не надо разбавлять. Может вы гений миниатюристики. Не надо, не надо. Я так, я легко себе представляю человека, причем даже с небольшими навыками, который из любого Рубаи Хаяма сделает эпопею. Не надо этого делать. Не надо. Спасибо. У меня такой вопрос. Скажите, насколько важны личные эмоции в таком журналистском тексте, когда есть свое определенное отношение, насколько вообще уместно его высказывать или насколько нужно искусственно засушить текст, скажем так? Тут нет единого ответа. Если позволите, я дам короткий ответ, который, разумеется, не слишком точен, но уточнять долго. Это зависит от вашего ранга. Если вы репортер, который бегает по пожарам, условно говоря, ваши эмоции засовываете в задний карман и застегиваете пуговицу. Если вы ведущий обозреватель, да, да, в определенных редакции рамках, причем с учетом того, о чем я говорил, ваши эмоции должны быть в строго для этого отведенном куске текста. Вот, сам видел, вот хлопца сказали, а вот думаю, что, и вот я думаю, что, вот только здесь. Скажите, пожалуйста, а как создавать хорошие заголовки для текста и как они соотносятся с хорошим литом? О, это очень важно, очень хороший вопрос, спасибо. Значит, одно из нововведений, которые в свое время дали взрывную славу коммерсанту, было их изобретений, я уж не знаю, кто это изобрел, не помню, Володя Якулев сам это изобрел, Алексей Непономарева это изобрела, неважно, кто это изобрел, но это был взрыв, это когда они придумали делать заголовок под заголовок разных интонаций. Людям, которые всю жизнь полагали, что газеты это жвачка из правды известий, это показалось фейерверком. Сейчас, к сожалению, в том же коммерсанте искусство заголовка выродилось, они стеб ради стеба слишком, слишком уж сильно в себе любят, а вообще, ну да, искусство заголовка совершенно отдельное, в хороших газетах, богатых газетах, пока еще газеты не подыхали, сейчас они подыхают, сейчас не до того, в богатых газетах, пока они не подыхали, были специальные люди, которым специально платили за то, чтобы они придумывали заголовки. Клянусь богом, это отдельное искусство. Когда мы, вот наша команда отток начинала еще в коммерсанте, это было перед самым нашим уходом из коммерсанта, это была весна 95-го года, мы написали буквально всем нашим дружным коллективам, мы тогда еще писали статью большими коллективами, написали статью к десятилетию экономических реформ. Уже номер сдавать, уже значит красная звезда названивает, что в типографию не поступили полосы, а мы все часа три утра, все усталые как свиньи, половина пьяная, мы сидим все и думаем, на самом деле это был мозговой штурм величиной в два часа, мы пытались поймать заголовок, в итоге статья вышла с заголовком, так вот, какая реформа, заголовок дрянь, я не к тому рассказываю, что вот мы подумали и придумали, я к тому рассказываю, что вот мы довольно много, довольно умных людей, два часа думали, не придумали, хороший заголовок это отдельное счастье, люди, которые их рожают более-менее легко, должны цениться на вес золота, но их мало таких людей. Скажите, а тогда получается первым идет хороший лид? Секундочку, мы с вами говорили о текстах не журналистских, вот, в тексте не журналистском заголовок вообще 16-е дело, так что тут, а в журналистике начинается вопрос, что такое лид, где-то лид это подзаголовок, где-то лид это первый абзац, но это журналистика, для тех текстов, которые мы обсуждаем, лид это первый абзац. И это первоочередное дело? Главнее всего. Понятно, спасибо. А, это же был тонкий ход, нам микрофон сюда вернут, я понимаю. Александр, запрещают. Скажите, вот вы сейчас дали вот эти правила, как некую такую общую рамку, а можно ли как-то ну, что ли, специфику по текстам, да, то есть может быть какой-то общий обзор, да, то есть в чем должна быть разница, или в принципе эти правила одинаковы для всего, и как бы не стоит заморачиваться, что называется. Это первый вопрос. А второй вопрос. У вас есть любимый текст, любимая книга? По поводу первого вопроса. На том уровне обобщения, на котором я говорил, это применимо ко всему от сонета до эпопеи. Вот. Что касается любимого текста, любимой книги, то они могут быть только у человека, который научился читать вчера, ну, позавчера. Если он научился читать хотя бы неделю назад, у него много любимых текстов. А я на дворе ответил. Может ли плохо повлиять на стиль вырабатывающийся, чтение хороших, признанных журналистов, авторов, книг, или лучше как-то избегать какие-то вот, ну, не сильно как бы увлекаться вот этими авторами успешными, потому что ведь можно заимствовать неосознанно их приемы, и это может повлиять на стиль, который вырабатывается. Разумеется, можно, разумеется, повлияет. Если вы читаете ярких авторов, это непременно на какое-то время отразится в ваших текстах, ничего дурного тут нет. У Гёте есть эпиграммка такая, сейчас я попытаюсь даже ее вспомнить. Он говорит, ничем я не обязан, ни современникам, ни старым мастерам, я ни с какими школами не связан, учиться у кого-то стыд и срам, все это можно изложить и так, никто не виноват, что я дурак. А на самом деле, если всерьез о стиле, то над этим следует, если вы всерьез этим занимаетесь, над этим очень хорошо работать отдельно от текстов как таковых. В текстах само по себе есть такое великое упражнение, великое, более полезного ничего даже придумать не могу. Берете какого-нибудь настоящего человека, настоящего, вот совсем настоящего, Лескова, Бунина, выбираете абзац, читаете этот абзац три раза, пять раз, семь раз, сколько хотите, потом закрываете книжку и пишите его своим словами, потом открываете книжку и сравниваете. И вот тот жгучий стыд, который вас охватит, вот то омерзение к собственной тупости, которое вы испытаете, это очень серьезный локомотив по улучшению стиля. Если вас не охватывает чувство жуткого стыда, не работайте над стилем, не надо, вот, свободно. У меня вопрос о том, что поначалу надо очень много работать над текстом. Я сейчас заканчиваю свою третью статью и работаю над ней четыре месяца. И мы все правим, мы правим стиль, там критика идет от руководителя. Мы это кто? Мы очень руководитель еще. Он очень яростно вычеркивает многое. В общем, критика у меня есть. Но, в общем, это тянется четыре месяца. И я думаю о чем? Что нужно добавлять каких-то вспомогательных проектов, которые можно завершать быстрее и писать чаще о разном, их доводить до конца. Или важно именно большой проект проводить через все стадии? Нет человека, которому приходится писать много больших текстов. Даже Достоевский их не так много написал. пишут в основном короткие тексты. Если вы долго работаете над большой статьей, я не готов сказать, что это чрезмерно, хотя в какой-то момент надо плюнуть и отвернуться. А вообще, конечно, если вы действительно озабочены тем, чтобы научиться писать, пишите чаще и быстрее. стоит добавлять дополнительных проектов? И в этом смысле, в смысле учения писать, как раз большая статья будет дополнительным проектом. Основным-то будет вот эта мелочевка. Спасибо. У меня вопрос по поводу больших текстов. За свою недолгую жизнь написала пять романов. Вопрос. Лучше писать, по-вашему, быстро, концентрировано или долго, выверяя каждое слово? Это первый вопрос. Второй. Вот вы говорили, что нужно максимально сжато, емко, вычеркивая каждое слово. Но, если мы посмотрим тех же российских, русских классиков, то часто можно встретить описание восхода там на две страницы. Но как это соотносится? Никак. Если бы я читал лекцию Тургеневу Толстому, я бы этого не говорил. Времена меняются. Времена меняются. Значит, я недалее, как вчера, прочел изложение позиций какого-то голливудского парня. Они там люди серьезные. Они же занимаются анализом восприятия публики не ради того, чтобы статейку тиснуть, а потому что они на этом деньги зарабатывают. Так вот, этот голливудский парень утверждает, что, значит, поменялась публика даже в кино. Значит, пацаны, которые ходят в кино сегодня, они не воспринимают боевик как некий связанный нарратив. Они воспринимают его как кучу отдельных эпизодов. Там уж тамошние и Фурсенко работают давно, но и здесь то же самое. Значит, люди перестают в большинстве, недалеко, к счастью, не все, как только все, мы тут же вернемся в пещеры. Большинство людей перестают воспринимать протяженный текст. Это великое несчастье, может быть, это конец цивилизации, но это надо учитывать. Независимо от того, хорошо это или плохо, но если вы хотите, чтобы вы читали, пишите коротко. Прошу вас. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Кого бы вы посоветовали современных российских журналистов, именно у людей, у которых хороший стиль, у которых можно посмотреть, как бы, ну не ориентируйся, а просто, чтобы, ну, ну не знаю, не знаю, ну да, тут с Ульемом, я большой поклонник Максима Соколова, мы с ним работаем буквально 20 лет, вот, но не в этом дело. Дело в том, что это дело очень вкусовое. Я совершенно не хочу и не буду вам навязывать своих вкусов. Может быть, вам понравится тот, кого я читать, не могу и наоборот. Я просто знаю хороших, толковых ребят вот вашего возраста, которые Соколова читать не мог. Ну и что? Ну да. Да, например, Ревзин блестяще работает, ну и много людей, которые блестяще работают. Просто, да нет, пожалуй, не Быков. Спасибо. При всем уважении, Дмитрий Львович. Да, пожалуйста. Скажите, а вот в общих принципах, которые вы перечислили, что лежит в их основании, какой критерий, какой KPI? То есть, вот мне нужно, чтобы мои тексты, например, никто не возненавидел или хотя бы кто-то восхитился или средний читатель нормально отнесся. Мы же с вами договаривались, что вы будете писать тексты прагматические, поэтому цель у вас совершенно простая. Восхитился, не восхитился, доплевать слюнями, пусть дочитает. Это на самом деле не такая маленькая задача, как вам кажется. Если ваш текст больше абзаца, это не такая маленькая задача. Ну, передавайте, передавайте. Если вы не... Вот дети технического века. Зачем оно нужно? Здравствуйте. Вы еще обещали рассказать, как правильно завершать текст, стоит, что писать в заключении. А-а-а, как бы я знал. Я вам расскажу, как не надо заключать. Значит, есть известная история про Велимира Хлебникова, который в последние годы, когда уж совсем с ума тронулся, бывал, начнет среди друзей читать свою очередную поэму, читает, 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 потом говорит и так далее. Хлебникова был все можно, потому что он был поэт, и поэт большой. Людям, которые пишут прагматические тексты, вот так нельзя. Равным образом нельзя никакими эквивалентами этого. Например, время покажет. Нельзя. Но все это не так важно, как поначалу нам показалось. Нельзя. Последняя фраза, между прочим, оскорбляет читателя. Он как дурак тратил на вас свое драгоценное время. А вы в конце сказали, да зря-то все это... Вы что, с ума сошли? То есть, от первой своей цели вы достигли. Он дочитал до последней фразы, но больше он вас читать не будет, потому что, ну, вы же его обидели. Нет рецепта. Есть советы, как это бывает удачно. Очень желательно, предельно желательно, чтобы финал был такой же четкий, как начало, чтобы в финале раздавался щелчок. Вот вы знаете, когда дверь закрываешь медленно, в какой-то момент замок входит в скважину, в пас. Щелчок. Вот в конце должен быть щелчок. Как его добиваться? Черт его знает. Умеете шутить? Пошутите. Умеете сказать гадость? Скажите гадость. Умеете дать неожиданный вывод из наблюденных данных? Дайте неожиданный вывод. Щелчок в последнем абзаце – это счастье. Это получается не каждый раз. Но к этому надо стремиться. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, могли бы вы дать какие-нибудь советы по написанию слоганов? И должен ли автор испытывать удовольствие и катарсис от слогана, который он сам написал, на ваш взгляд? Ну, ребят, я не знаю, на заборах не писал никогда. И, честно говоря, мне это не очень интересно. Видите, какое дело? Когда идет какой-то настоящий, не выдуманное за бабло, а настоящий процесс, политический, социальный, там, отцетра, отцетра, он рождает слоганы. Когда люди за мелкий прайс придумывают слоганы, на мой взгляд, это крайне непристойное занятие. Я совершенно не готов этого поддержать. Хотя, я понимаю, что не все со мной согласны. Но может у меня быть свое особое мнение? Можно такой вопрос? Если развивать, допустим, несколько стилей написания текстов, например, написание текстов как журналист, и в то же время развивать там стихотворные навыки прозаические, как, на ваш взгляд, стоит это чередовать и одновременно делать? Или, допустим, прокачивать один, скажем, скилл, потом другой? Вы знаете, не готов сказать, не знаю. Я знаю, кому надо обратиться с вопросом. Есть такой, весьма известный, националистически настроенный публицист, Костя Крылов, Константин, по-моему, Анатольевич его зовут, который под разными псевдонимами пишет в разных стилях. Это широко известно в сети. Его под разными псевдонимами любят разные люди. Вот его спросить, он вам расскажет. Я просто не знаю. Понятно. И еще такой вопрос. А если подойти, допустим, к таким сухим журналистским текстам, нестандартно, скажем, писать в таком стиле, там, потока сознания, например, то есть какими-то эмоциями. Сами будете читать. Никто не будет читать. Спасибо. У меня такой вопрос. Вы упомянули, что начинать нужно с плана текста, да? Повторяю, это правило, которое может знать исключение. Но правило именно таково, да. Хорошо. А на каком этапе стоит задуматься о читателе, о целевой аудитории текста? До начала, до составления плана. То есть это нулевая фаза? Это минус первая фаза. Нулевая фаза, это когда вы думаете, о чем вы напишете текст. Но прежде чем думать, о чем вы его напишете, вы должны понимать, кому вы его адресуете. А вы можете поделиться какими-то секретами, как у вас этот процесс происходит? Черт его знает. Начиная с какого-то текста, с тысячного, двухтысячного, это не рефлексируется. Это же происходит уже. Вы же не думаете, левую ногу стоять впереди, правой или позади. Вы же идете себе, идете, ну как. Потому что вы давно ходите. Ну, по-разному. Еще такой вопрос. Вот вы сейчас говорили про журналистские тексты, да? Я старался говорить про прагматические. Там есть масса своих прибамбасов в журналистских текстах. Хорошо, но я не услышал, по крайней мере, ни слова про продающие тексты, да? И тексты, целью которых является не дочитать до конца, а сделать какое-то действие, зарегистрироваться или купить что-нибудь, да? Вот как вы относитесь к копирайтингу, вот к такому роду тексту? Я не вижу принципиального новшества. Значит, текст, не дочитанный до конца, не заставит купить. Текст, дочитанный до конца, может заставить, может не заставить купить, но это уже отдельный вопрос. Мы говорили о том, что вы дочитали. На мой взгляд, это само по себе достаточно трудно. Вы много сами дочитываете до конца рекламных текстов? Я читаю периодически, да, потому что они мне интересны. Я нет. Слушаю вас. А, ну из-за чего я буду кивать? Кому достанется микрофон, тот пусть и говорит, да? Ага, прекрасно. А так бывает во всех отраслях знания, да? У меня вопрос еще один. Я обратил внимание некоторое время на обилие радикализма в литературе, ближе к журналистике и всем остальном. Грубо говоря, ну и в проектах, кстати, грубо говоря, люди стараются для того, чтобы хоть как-то выделиться из как бы серой толпы и начинают придумывать фразы типа вот этого 37-го года, там, оранжеволюции, это если брать политику, либо там всевозможные сингулярности и все остальное, если брать какое-то проектирование будущего. Вы понимаете, о чем я говорю? Предположим. Как вы на это смотрите? И главное, может как-то с этим же пора бороться начать? Нельзя бороться. Прекрасно. Как известно, есть две вещи, у которых нет границ. Долготерпение божье и глупость человеческая. Все, что вы говорите, вот эта чрезмерная радикализация текста, я, собственно, об этом и сказал, только другими словами, она происходит от недомыслия. Либо локального, вот сейчас не успел подумать, либо тотального, вообще дурак. То есть бороться с этим совершенно бессмысленно. Возьмите микрофон. У меня такой вопрос. Я знаю, что презентации, которые надо презентовать, они устроены такой структурой. Сначала ты говоришь, о чем говоришь, потом говоришь, потом говоришь, что говорил. И... Ну, я вам расскажу по телефону. Все правильно сказал. Я говорил о телефоне. Вот. И я читал о том, что есть смысл читать так книги и вообще... Ну, вообще так информацию хорошо воспринимает человек. Стоит ли писать книги, ну, и статьи, и все остальное из соответствующих соображений? Потому что, вот вы сказали там план-план. Вот. Стоит ли как-то этот план, например, предварительно там и окончание соответствующее? Понял вас. Значит, первое. Если текст посвящен сложному комплексу проблем, сложному предмету, сложной дискуссии, в общем, чему-то непростому, то вполне имеет смысл, даже в журналистском тексте, а уж тем более в прагматическом, вполне имеет смысл совершенно прямо в лоб написать. Значит, пацаны, сначала я буду рассказывать об этом, потом об этом, потом об этом. И честно так и сделать. Сначала рассказать о том, что вы назвали первым, потом что вторым, потом что третьим. В журналистском тексте в прямую нельзя, а в прагматическом можно. В конце подвести итоги. Если это будет кратко и изящно, это не помешает. В журналистском тексте это прямо делать невозможно, но там опытные люди умеют зарифмовать. Они умеют, не повторяя прямо изложенного материала, отослать в полуфразах, в полусловах, отослать читателя, к тому, что он только что проехал. Это правильно. Ничего дурного тут нет. Больше того, если текст настолько прагматический, что позволяет цифры, А, А1, А1, 2, делайте. Не вредно. Не вредно. Такой вопрос. Журналистика, она отражает состояние общества сейчас, ну, или вот в какой-то период времени, ну, обычно, да, либо журналистика, наоборот, формирует вот это состояние, формирует образ, ну, вот какого-то общества, то есть старается, возможно, контролировать сознание или направление. Вы знаете, в общем, я бы, как честный человек, должен был бы ответить, что в каком-то, в какой-то степени и то, и другое, ну, как человек еще эмоциональный, должен сказать, что если та журналистика, которую мы наблюдаем, сейчас что-то формирует, горе этой стране. Есть в создании текстов такое негласное правило. Ну, в идеале. Ни единое слово не должно повторяться на протяжении трех страниц. Нет такого правила. Нет? Нет такого правила. Отлично, спасибо. Ну, я мыследовал. Ну, видите, в чем дело. Есть, особенно были в добрые старые времена, когда у людей не было ни компьютеров, ни телевизоров, ни тусовок в дискотеках, а было время и возможности напрячь мозги. Была масса людей, которые занимались формально связанными текстами. Например, если я правильно помню, у господина Вийона были баллады, они не дошли до нас, но они были, где слова шли по алфавику. Я в юности написал, писал такую балладу, написал две страфы, дальше меня не хватило, потому что неимоверно было. И не нужно никому. Вот, формальное стеснение безумно интересно, особенно молодым людям. Они не имеют ни малейшего смысла для читателя, ни малейшего. Посмотрите, целые сборники, заполненные версификаторскими изысками Валерия Яковлевича Брюсова, который был всем хорош, только поэтом не был. Этого читать нельзя. Ну, нельзя этого читать, и все. Не могли бы вы поподробнее, поглубже объяснить, почему вот когда пишущему писателю фраза очень нравится, ее нужно выкинуть? Ну, то есть, вроде бы, душа радуется, и какой должен быть аргумент сознания, чтобы ее усмирить? Почему читателю чаще всего или большинству читателей это не понравится? Объясняю. Объясняю. Повторяю, все могут быть исключения, но правило заключается вот в чем. Если вам безумно нравится какая-то фраза, значит, в ней вы либо шутили, либо показывали, какой вы умный. И то, и другое, ну, первое в случае, если вы не умеете, а второе всегда, страшно раздражает третьих лиц. Даже если вы правда умный, ну, вот, ну, не надо. А вот если не правда, тем более не надо. Ну, я так понимаю, вопросы наши кончились. Можно ли задавать вопросы уже не связанные с… Можно. Хорошо. Вам же Марь-Сан разрешила, кто и такой, чтобы спорить с Марь-Сан. Задавайте. Ну, я вот подумаю сейчас, как сформулировать. Одна из тем нашей летней школы является обсуждение саморазвития. Может быть, вы расскажете, как вы занимаетесь, ли вы саморазвитием, и как? Человек, который скажет, я занимаюсь саморазвитием, это ровно то, что человек, который скажет, я кушаю или я творю. Это глаголы, которые не употребляются в первом лице единственного числа. Вот. Точно так же человек не должен говорить, что он занимается саморазвитием. Если у него есть силы на это, он должен заделать, а разговаривать про это нехорошо. Хотя, а вы разговариваете? А, ребята, ну, простите бога ради. Может быть, иногда можно. На мой вкус, я человек ведь, я человек писанной к письменной культуры, на мой вкус саморазвитие от прежде всего чтения, ну, и кому повезет, у кого ухо не испорчено, слушание хорошей музыки. Никаких третьих видов саморазвития, я, честно говоря, не знаю. Ну, да, Моцарт. Классика. А как вы считаете, вот та тенденция, да, вот о которой вы говорили, о том, что люди в последнее время тяжело воспринимают длинные тексты, ну, либо вообще не воспринимают. Вообще думать не умеют. Да, и думать не умеют. Это как-то… Связано ли это с популярностью очень большой твиттера, да, и аналогичных систем? Не это связано с популярностью твиттера. Популярность твиттера связана с этим, да. Это то, что развивает твиттер, да, побольше? Ну, потому что, ну, как раньше пейджер был в моде. Это же в 90-х годах был анекдот, когда я сказал, что это смешно. Перечитывал пейджер, много думал. Вот сейчас ведь народ на самом деле перечитывает твиттер и думает. Это фантастика. Еще все 20 лет назад был анекдот, это все всерьез. Здравствуйте. Раз уж разрешили задавать вопросы, не связанные с темой, вопрос такой. Как вы можете объяснить феномен популярности русского репортера и вообще идею, как он образовался? Как идею, расскажу, потому что мы его и придумывали. Популярность объясняется просто, это хороший журнал. А идея была простая. Сделать журнал о том, как живет страна. О том, как живет не тусовка, вокруг чего все, собственно, модные издания и бумажные, интернетные версии. О том, как живет страна. Нам безумно повезло с главным редактором. Его предыдущие свершения, хотя и были заметны, не давали, по крайней мере, ни оснований, не полагать, что будет такой успех. Виталий Лебин оказался великолепный главный редактор, великолепный журнал, просто хорош. Кстати, успех чего бы то ни было в журналистике, в любом другом деле объясняется удачным персонажем. Сто раз из сто. Вопрос не по теме, а читаю «Эксперт», наверное, уже лет пять. и в последнее время стал замечать за собой, что качество статей, особенно по экономическим вопросам, становится хуже. Может быть, это просто мое личное впечатление, или это действительно примерно так? Ну, есть такое впечатление, и у нас оно часто бывает. И сейчас очередная идет волна перемен в редакции, так что мы же стараемся не закосневать, но иногда удается, иногда не удается. Как говорил Александр Григорьевич Лукашенко по поводу своего правительства, а не нашей редакции? Перетрахивал и буду перетрахивать. Ну, что ж. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к написанию текстов, Ленор Горалли как-то сформулировала свой страх, она говорила о том, что она боится высушивать тексты до хруста, мы говорим об отсечении лишнего в текстах. А как вы для себя формулируете критерии, в какой момент нужно остановиться? И приходилось ли вам выдавать текст, который вы считали, ну, в котором вы считали есть излишки? 9 раз из 10. Потому что мы же работаем в условиях не лабораторных, а реальных, приближенных к боевым. У нас действительно есть дедлайн, а дедлайн, он действительно дед. И выносил, не выносил, ради допадать. Вот. Так что тут, ну, разумеется, очень часто не дотянуто. А в этом нет ничего страшного. И те тексты, о которых мы говорили в начале, журналистские тексты, нифига не высечены на граните. Вот не надо слишком себя любить. Это всего-навсего журналистика. Конечно, ее надо делать хорошо. Но плакать всю ночь от того, что ты недопереправил предпоследний абзац, да пропадет пропадом. Не в этом дело. Есть, например, замечательный совет Киплинга, я его вычитал у самого лоббилевского лауреата, ровно через месяц после того, как сам его придумал, был абсолютно счастлив. Вот. А совет такой. А Киплинг был все-таки один из самых знаменитых журналистов в истории человечества. Совет такой, что когда вы дописали текст, сейчас отдадите его, он у него был в наборчик, в набор, у нас теперь не так, но не важно. Вот когда вы почти дописали текст, вот сейчас его надо отдавать там дальше на дальнейшие процедуры, положите его перед собой и не глядя, почти не глядя, но почти наугад вычеркнет несколько фраз. Это блестящий совет. Сам Киплинг его объясняет так. Разумеется, никто никогда не поймет, где вы что вычеркнули, вы вычеркнули, но что в камине пошевелили кочергой, читатель почувствует. В чем дело? Если вы действительно работали над текстом, действительно работали, не нафигачили, как попало и поехало, а действительно работали, вот как мы говорили, пытались его оптимизировать, пытались его сократить, пытались его ужать, то выкидывание из него полу наугад нескольких фраз делает сломы, малозаметные сломы в изложении. Они будут цеплять цеплять читателя. Он не будет понимать, почему, но его будет встряхивать. Люди, которые работают над текстом, могут даже не доработать. Вот люди, которые не работают над текстом, вот те чума. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, бумажные газеты, они будут перекочевывать в дальнейшем в онлайн-издания и, возможно, исчезнут в будущем совсем? Или все-таки они сохранят за собой определенную нишу? Это очень большой спор. Причем спор глобального масштаба. Я не готов встать ни на одну из сторон. Там рассуждают люди не мне чета. Большие издатели, которые много чего понимают. Я скажу одно. Я очень надеюсь помереть, до того, бумажная пресса окончательно исчезнет. Я думаю, что мне это удастся. И еще один вопрос. На ваш взгляд, есть ли будущее у таких литературных толстых журналов? Такие альманахи, которые выпускали в советские годы и сейчас влачат такое существование жалко? Нет. Никакого будущего у них нет, они, к сожалению, сами отзнают. Понятно. Спасибо. У меня такой вопрос. Если писать текст, бывает так, что мысль идет, 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 но ты понимаешь, что в определенный момент необходимо где-то остановиться и начать писать про другое, хотя мысль есть еще вот там. То есть несколько волн идет, когда, допустим, один абзац, а можно там туда дальше, второй абзац, а там тоже, оказывается, есть мысли, но как бы тексты имеют какие-то или рамки, или определенную тематику. Понятно, понятно. Вот именно об этом я и говорил. Вот чтобы в такие ловушки не попадаться, подумайте сначала о плане. Сначала. есть такой миф, что, ну, кое-где миф, кое-где реальность о том, что журналистское образование, оно не нужно. И во многих, как бы, редакции стараются не брать людей с дипломом в факультете журналистики. Вот как вы можете прокомментировать? Ну, разумеется, это не образование. Ну, что тут говорить? Значит, журфак московского университета, это хоть филфак лайт, а большинство остальных журфак, это просто нечто совершенно несказуемо. Это не университетская вещь. Ну, не бывает же в университетах факультета сапожного дела, хотя видит бог, сапоги сточать ничуть не проще. Это ремесло. Ремесло это вещь не университетская. Вот мне довелось со старта участвовать в двух проектах, в Коммерсанте, потом в Эксперте. В Коммерсанте, я не помню, некогда было, мы работали как слоны, некогда было друг другу вопрос задать. А в Эксперте на третий, на четвертый, что ли, год на редколлегии кому-то в голову вопрос пришел. Есть журпак? Из 20 или 25 человек был один. Это была линия Яковлева, которую вот сделал Коммерсант. Линия Яковлева была простая и абсолютно безукоризненная. Я совершенно не вижу в ней дырки и сейчас. По мнению Владимира Егоровича Яковлева, гораздо проще человека, который что-то знает научить писать, чем человек, который думает, что он умеет писать и научить хоть чему-нибудь толковому. Это правда. Значит, есть масса исключений, есть блестящие журналисты из журфака. Исключения есть из любого правила, но в принципе журналистское высшее образование мне представляется диким. Но это мое частное мнение, никого никого не хочу осуществить. Вы говорили о том, что всегда надо составлять четкие планы, следовать ему. Пока вы не мастер, да. Когда будете мастер, можно составлять. Но что касается постмодернистских текстов, там... Плевать я на них хотел. Нет никакого постмодернизма. Постмодернизм это комбинаторика. Это мне неинтересно. Комбинаторикой можно заниматься ровно столько, сколько есть времени. Есть у вас два часа до обеда, по комбинаторите. Есть час после обеда, по комбинаторите еще. Для этого план мне нужен. Подскажите, а что делать, если вот очень нужно написать хороший текст, очень хочется, но не получается? Стараться! А где можно... Может быть, есть какие-то способы, как найти вдохновение? Посмотреть фильм, не знаю. Не надо вдохновение. Вот чего не надо, того не надо. Работать надо. Работать надо. То есть просто сидеть, не вставать. Человек безмерно литературно одаренный, безмерно литературно одаренный был такой Самуэл Яковлевич Маршак. Вы, наверное, его знаете только как автор детских стишков. Он был гораздо шире, он в гораздо большем, больше, чем числе отраслей словесности прославился. У него есть великая фраза, что дело писателя правильно разложить очаг. Огонь должен упасть с неба. Упадет огонь или не упадет, не ваше дело. Вы правильно разложите дрова в очаге. А это вопрос старый. Здравствуйте. А как сделать так, чтобы само издание захотело написать о твоем проекте или о мероприятии? Никак. Ну, мы же не рассматриваем таких вариантов. я недалеко вчера прочел великую фразу какого-то умного человека. Если проблема решается деньгами, то это не проблема, а трата. Да, это правильно, да. Вот, значит, таким образом вы можете, если не прибегать к деньгам, заставить издание написать о своем проекте, если он будет блистательно успешен. Блистательно. Они захотят не заметить подлецы, они смогут. Только так. Скажите, пожалуйста, несколько правил оформления текста. Они разные в каждой редакции. Я в данном случае имею в виду это знаки припинания, абзации, выделения, что-то. Я опять не понимаю, перед которой запятая обычно, нет? Вы про что спрашиваете? Я про использование правил русского языка либо деления на абзацы. Правила русского языка исполняются неукоснительно. Деление на абзацы это элемент стиля. Оно абсолютно индивидуальное. У людей, у которых есть стиль, оно абсолютно индивидуальное. Если у вас его пока нет, ну, лепите абзацы как хотите, а редактор слышит, что поправит. Надеюсь, все студенты слышат это. Спасибо. Если редакторов нет, сами думайте. Есть чудесная новелла у покойного Паустовского. Скорее всего, она неправда, но она очень показательна. Это из вот массы его, лучшие его рассказики, это о первых после революционных годах в Одессе. И вот там в каком-то издании морском, морской вестник, пароходство, что-то вот такое, был какой-то великий, великий старый человек, редактор. Никогда ничего не писал под своем имени, просто редактировал текст. Вот. И вот, значит, ему приносили какую-то лабуду, которую написал какой-то полуграмотный кочегар с очередного парохода. Вот. Он там расставлял запятые, расставлял абзацы. И вот какой-то, по-моему, если я правильно помню, какой-то большой командир дал текст в эту самую газету. Ну, обычная помойка, ну, какой-то, какая-то такая лапша, такая вата лапша, вот, нечитабельное что-то. Вышла на следующий день газета с блестящим текстом, блестящим, от которого глаз нельзя было отвести. Прискакал этот разгневанный атор, что вы сделали, его все переправили, ему показали его рукопись и то, что было в газете. Отличалось только знаками припинания абзацев. Это правда. Когда человек умеет, но так человек умеет редко, то это очень сильно сказывается. А поскольку так умеют редко, то и думать об этом не надо. Такой вопрос по поводу ксенолексики в русском языке. То есть сейчас есть тенденция, которая всем понятна, ну, которую все видят в русском языке и в устной речи, и в публицистике, в журналистике появляется очень много заимствований. Преимущественных английских, да, англоязычных, там, KPI, то, что мы сегодня слышали. Как вы думаете, в чем причина это не умение владеть русским языком или это действительно потребность, потому что нет соответствующих явлений, понятий в русском языке? Ну, это опять очень давний спор. Единственное, что не всегда в этом споре фигурирует, хотя, на мой взгляд, с этого всегда бы следовало начинать, что есть на свете такая нация, французская, которая из принципа ничего не заимствует, в которой соответствующий закон записан, которые для всего, что им подсовывают наглые англосаксы, находят какое-то свое слово и ничего как-то обходится. Но это французы, нам на них смотреть, чего? Так смешно, как на англосаксов. А так, спор давний, и оба ответа, которые вы дали, справедливы. Что-то необходимо заимствовать, просто потому, что возникает некий гигантский новый класс вещей, как было массовое заимствование из голландского во времена Петра Великого, как было массовое заимствование из французского на грани 18-19 веков. Так сейчас массовое заимствование из английского, деваться некуда, ничего страшного. Но когда мы говорим assessment, место доступа, мы просто идиоты, мы ленимся. Этого делать не надо, лениться нехорошо. Как вы относитесь к новым средствам выразительности в русском языке, я имею в виду, например, эмотиконы? Мне кажется, это очень актуально использовать эмотиконы, то есть, например, смайлики использовать даже в журналистской, например, статье. Я ответил смайликом. То есть вы считаете это не перспективным, да? Это омерзительно. Понятно, спасибо. Ну скажите, скажи тем, Александр, чем хотите. Я хотела просто в пару к этому. Считайте ли вы возможным использование подонковского языка и зачем? Ну, мне грешно говорить, что не считаю, потому что ровно один раз в жизни я его использовал. Я назвал большую статью о Зальцбургском фестивале «Моцарт, пеши и счё». Но там это было оправдано смыслом. А вообще, конечно, не считаю. Я вообще предпочитаю, чтобы люди, которые обращаются, повторяю, к неопределённому кругу читателей писали по-русски. К своим? Да бога ради. Вам нравится так. Как нравится, так пишите. Не надо забирать и точно не надо бросать в камень. Какая бы она ни была. Плохие книги есть. Плохие книги чрезвычайно опасны, но отбирать и сжигать книги гораздо опаснее. Отсоветовать, поговорить, отсоветовать, сказать, а вон, смотри, три мушки тёра, три мушки тёра лучше. А есть ровно один способ прочесть кусочек. Только по ощущениям. Только по ощущениям. Только, 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 только. Ну вот продолжение темы про детей. А как прививать любовь к чтению? Как и все остальные хорошие качества. Только личным примером. Никакого другого способа не бывает. Ни для чего. А что сейчас читаете и что можете посоветовать из последнего прочитанного? Прямо сейчас вот читаю, вот перед тем, как уехать сегодня в редакцию, читал, выпустили господа Кабаков и Попов книжку про недавно скончавшегося Аксёнова. Я прочёл там несколько страниц, я буду её читать дальше, но с неудовольствием подумал, какие всё-таки стали ленивые все сволочи. Вот им было лень сесть и написать книжку. Они сидели за водкой, трепались и опубликовали стенограмму. Это будет, это интересно, но всем лень. Вот с текстом же работать надо, да, тут-то-то-то-то. Причём я к Александру Абрамовичу и господину Попову отношусь очень хорошо, но вот тут явно поленились. Есть какая-то книга, которая изменила ваше сознание? Их много. Можете привести несколько примеров? Какая самая первая? Вы представляете себе, сколько мне лет? Кто-то перепомнит, какая была самая первая? Это нереально. Это нереально. Ну хотя бы одну можете назвать для нас? Могу, могу. Первое потрясение от книги, которую я помню, я вам даже опишу в лицах. Значит, в наши времена не было, как вы, может быть, догадываетесь, ЕГЭ. Вот. А по первым числам июня писали выпускное сочинение. А у меня 31 мая, то есть накануне, день рождения. И вот, значит, с одной стороны, день рождения вообще ничего делать не хочется, с другой стороны, завтра экзамен, вроде готовиться надо. С другой стороны, а как готовиться к сочинению? Как можно готовиться к сочинению? И сел я в кресло и открыл роскошной красоты подарочное издание Евгения Онегина. Разумеется, к тому времени я его прочел много, много десятков раз, и, в общем, почти знал наизусть. Но я его прочел вот 31 мая 1966 года, накануне выпускного сочинения, в день своего 16-летия. Я прочел Евгения Онегина, это было абсолютное потрясение. Абсолютное. Это было как солнце открылось. Это было неимоверное счастье. Ничего сравнимого потом не было никогда. Вот. Ну, если говорить о более поздних впечатлениях, меня сильно поменял, вообще, меня как человека поменял, и мой жизненный путь, наверное, сильно поменял. Лоренс Стерн. Наверное, на меня в юности, даже в отрочестве очень повлиял Киплинг. Вот. Наверное, меня лет в 20-25 совершенно перевернул Лесков. Ну, есть люди. Много народу хорошие книжки писали. Грех жаловаться. По-русски это просто чертова прожить. А из современных российских именно прозаиков проза вообще, вопрос первый. Русская проза сейчас есть, и она сильная? Есть. А, и, ну, условно говоря, кто хорош? По-вашему гаду. Ну, что я вам скажу? Значит, меня какой-то из моих приятелей, я даже могу вспомнить какой, но я не буду позорить этого хорошего человека. лет шесть назад кто-то меня вписал в жюри большой книги. А поскольку я человек, в общем, ответственный, то я ежегодно читаю по десять книг больших, написанных русскими авторами. В этот раз они совершенно распоясались шорт-листы с двенадцатилетних книг. Значит, мне в этом отпуске предстоит двенадцать русских книг про честь современных авторов. Вот. В основном мне не очень нравится, скажу вам честно, не буду вам врать. Есть удачные книги, есть менее удачные. Подавляющая часть книг написана ровно за тем, ровно за тем, за чем пишутся те фразы, которые вам советовал вычеркивать. Большинство книг пишутся ровно за тем, чтобы показать, какой ты умный, какой ты образованный. Подавляющее большинство книг это постмодернийская комбинаторика, которой писать незачем, издавать незачем, и читать незачем. Но это на мой взгляд. Если вот в этом виде спорта, в постмодернизме так называемом, вот всем к нему относящимся, безусловный чемпион, крайне мне антипатичный, Владимир Георгиевич Сорокин. Он, по крайней мере, умеет это делать. Вот это безобразие, которого делать не стоит, он хоть умеет делать. Вот такое мое ретроградное обскурантское мнение. Сначала было забавно, а теперь уж очень явно исписался. Ну, это же попса, это же... Бывает интересно, бывает... Нет, у них у всех бывают интересные пассажи, господи, правда, да, и у Личевского бывает. Вот мне очень симпатичный, мне не знаю, кого бы назвать еще. Мне безумно симпатичный Алексей Варлам. Искренне симпатичный, мне нравится то, что он делает. Те несколько книг, которые он сделал в Жизел, все до одной шедевра. Нет, ну, есть люди, конечно, работают. А вот скажите, сейчас интернет, особенно социальные сети, завалены так называемыми мемами. Как вы относитесь вот к этому феномену? Да никак. Как сказал другой человек про вопрос о гомосексуалистах, я к ним не отношусь. Спасибо. В интернете гуляет такая фраза, что модные книги, основанные на отвращении. Была серия Саус Парка про это, и некоторый популярный в ЖЖ писатель тоже написал книгу, основанную на отвращении. Я больше двух страниц не смогла прочитать. Как вы считаете, есть такая тенденция и мода, что ли, сейчас в мире? Да нет такой тенденции. Нет такой... Вообще, вы заметите себе, что вот когда вы говорите о чем-то, что есть якобы новое, это вы просто знаете, что вы плохо знаете историю. Прочитайте в русских сказках, прости господи, у Горького, историю про Смертяжкина. Ну, я вас умоляю. Все это уже было. Все это такая пошлятина. Мы говорили только что по поводу того, что многие сейчас пишут слишком радикально и пытаются привлечь внимание к каким-то... И поскольку все пишут радикально, таким образом привлечь внимание нельзя. Вы назвали несколько причин по поводу того, что люди недостаточно подумали или недостаточно постарались или что-то в этом роде. Я хочу предложить еще одну причину и хочу узнать ваше мнение по этому поводу. Они таким образом пытаются привлечь больше аудиторию, больше скандала, больше эмоциональной завязки. Ну, невозможно в Сахаре привлечь к себе внимание горчу песка. Ну, невозможно. Есть же чудесный анекдот, и мне уже ужасно нравится, что какая-то девочка объясняет, почему она обижена на мать. Она мне не разрешает оригинально одеваться. Оригинально это как? Как все. Вашу. Ну, как так можно? Вот это и есть. Вот эти вопли, это раздувание истерики на совершенно пустом или полупустом месте. Так все. Так выделиться нельзя. Если есть такое желание, значит, совсем мозговый. Вы знакомы с новостными сетями западными, в частности, американскими? Что-то смотрю, когда мне интересно. Ежедневно? Нет, конечно. Просто, например, там каналы такие, как Fox News или CNN в последнее время из каждой новости делают там огромные скандалы или огромную какую-то новость, обсуждают их и привлекают там, грубо говоря, большими криками пытаются привлечь новых зрителей. Это вполне естественно. Они не пытаются привлечь новых зрителей. Они работают на поворот аудитории. Аудиторию надо повернуть. Этим люди занимаются совершенно всерьез. Аудиторию надо повернуть от 60 счастливых лет к полосе новых бедствий. Этим люди занимаются совершенно серьезно. Те, кто поглупее делают это вот с соображением моды, те, кто полумнее, это рассчитывают. 60 счастливых лет кончились. В мире будет тяжело. В мире будут жесткие конфронтации. К этому надо готовить. И к этому готовят. Спасибо. А вот какое ваше мнение по сравнению с вашим поколением, образованность, начитанность вашего поколения по сравнению, когда вы были молодыми, по сравнению с нашим поколением? Вы знаете, у меня нет на отсчет своего мнения, потому что у меня нет массовых впечатлений. Те люди, которым я доверяю, которые работают в вузах, которые могут оценивать, вот насколько следующее поколение лучше, следующее, даже не поколение, следующий набор, следующий набор, лучше или хуже предыдущего, они это делают вполне профессионально. И, в общем, ощущение такое, что в среднем надвигается какое-то немыслимое одечение. В среднем одечение идет просто вот как песок наступает на оазис. Практически неостановимо. Но лучшее стали лучше, чем были. Вот это довольно общее мнение. Что вот может быть мало этих ребят, которые вот искренне хороши, которые свободны, которые начитаны, которые легко ориентируются в мире и в мировой культуре. Их меньше, но они лучше, чем их аналоги 10 лет назад. Ну вот так. Это они говорят, это не я говорю, но я им верю. Дайте микрофон человеку. Человек обеими руками уже машет. Ну что ж такое? Я просто хотела вернуться к предыдущему вопросу про фокус-ньюс и негатив. Мне как-то надо было по работе сделать шорт-лист 10 хороших новостей за последний год в России. Ну неважно каких, они не связаны с политикой. Когда я начала их искать в интернете, я не нашла ни одной. То есть там либо совсем они какие-то мелкие, там какая-нибудь команда вышла в районе к такому-то там чему-то. То есть я вот хотела вернуться как раз. И в новостях, соответственно, никакой позитива не идет. То есть вы сказали, что там готовят людей. Просто хотелось узнать поподробнее, точнее вот этот момент. То есть Ну как вам сказать? Видите, какое дело? Если мы говорим вот вам по работе надо было выбрать 10 хороших новостей. Если имелся 10 новостей из стоп-листа, то задача неразрешима. Потому что Вообще каких-нибудь таких вдохновили неразрешима. Потому что слоган, мы с вами о слоганах упоминали, слоган и фэтблиц и тлиц придумали не в России и не сейчас. В топы выходят кровавые, подлые, мерзкие, грязные новости. Это везде. Так и на самом деле ничего там страшного нет. Обыватель очень любит понимать, что ему не хуже всех. Это очень правильно. Это вполне разумная политика новостных телеканалов, новостных изданий. Обыватель должен понимать, что ужас там. Поэтому обывателю надо как можно чаще показывать в новостях ужас там. Ну, понятно, что никакому обывателю его собственную гостиную не покажут, поэтому получается всегда там. Это хорошо, это разумно, но ваша задача поэтому не разрешима. Если вы имеете в виду по-настоящему хорошие новости, их надо не в новостях искать. потому что российские федеральные телеканалы на мой вкус недопустимо глубоко втянулись во внутреполитическую борьбу, чего ни один американский канал себе никогда не позволит. У меня вопрос про сделку с совестью. Что делать, когда предстоит написать какой-нибудь отчет или какую-нибудь научную работу, типа диссертации, где довольно известен жанр и собственно то, что ты должен написать. Как вот эту дилемму решать с совестью? А где тут дилемму? Пиши проблем большие. Если нет такой возможности, задается какой-то формат или это некоторая внутренняя слово формат. Формат это, например, размер столько тысяч знаков. Я имела в виду под форматом образец. Допустим, то, что делали до тебя, тебе дают вот сделай вот так. Нет, сделай вот так это одно, соврей это другое. В том, чтобы сделать вот так, сделать по образцу, я не вижу урона чести. В том, чтобы при этом соврать, можете дать несколько советов по поводу того, как следует человеку, общественному деятелю, публичному лицу вести себя с прессой, в частности, с печатными СМИ. Вот как вы смотрите на эту проблему? Ну, честно, я же смотрю на это дело с той стороны, с другой стороны прилавка. С другой стороны прилавка, мне представляется, что оптимальная политика, на самом деле это не так сложно, мы этому можем научиться, а с хорошим пресс-секретарем оно само получится. Вот, надо производить впечатление полной открытости, но именно впечатление. И как можно меньше говорить того, чего от тебя добиваются, а говорить только то, что ты хочешь сказать. Ни одного лишнего слова, но впечатление полной открытости. И ты будешь любимцем пресса всегда. И вопрос, дополнение, как подобрать хорошего пресс-секретаря себе? А почему мне спрашивают, как жену подобрать? И на жену тоже. Пресс-секретарь есть, понимаете, основные характеристики, которым он должен отвечать? Ум и связи. Он должен быть человек умный, что само по себе дикая редкость. Вот, и у него должны быть связи в медиа. Спасибо. А, и нет, третье очень важное свойство, которое точно по конкурсу не определяется. Он не должен быть вам неприятен. Потому что у человека, начиная с некоторого ранга, есть два служащих, которые должны ему быть ближе жены и детей. Это его начальник охраны, его пресс-секретарь. Если вы не можете его допустить, вам на него противно смотреть. При всех его достоинствах он вам не годится. Хорошо. А у меня такой вопрос. Жив ли в России и вообще в мире до сих пор жанр бокса по переписке? Ну, такой глубокого, такого тонкого бокса по переписке, а не комментариев в блоге противника? Не знаю, мне случается переписываться с моими приятелями по довольно глубоким поводам и старательно думать над каждой репликой. Это интереснее, зачастую интереснее, чем писать заметки в журнал. Ну, да. с почтой России бумажная сейчас. Вы можете себе представить, сколько она будет длиться? Я столько не проживу. Вот как вы считаете, есть мнение, что журналист должен в первую очередь, когда он пишет о чем-то, он должен это пережить. То есть, например, если он пишет о войне, он должен пережить эту войну, то есть, он должен быть в этих действиях. Какое ваше мнение? Мое мнение резко отрицательное. Журналист не является, ну, я не, как вам сказать, не является протеем. Он не может всего пережить. Профессиональный журналист, по-настоящему профессиональный, способен делать в своей профессии все. Он способен написать театральную рецензию, экономическую статью, интервью, скандальный репортаж. Он не может все пережить. Он обязан уметь все это сделать на достаточно четком профессиональном уровне. Что переживать? не надо. Надо поговорить с правильными людьми, задать им правильные вопросы и четко изложить то, что они тебе рассказали. у меня созрел вопрос про написание текстов. Вернемся чуть-чуть назад. Вот мы сейчас говорили про то, что очень много негатива, и человек, видимо, реагирует на этот негатив лучше, чем на позитивное утверждение. Нет? Вот мы с вами пишем первую фразу. Вот она, чтобы зацепить, должна быть негативной или позитивной? Она должна быть яркой. То есть вообще не важно? Совершенно не важно. Хорошо, а если нужно легче зацепить ужасом, конечно, но это далеко не всякий предмет изложения, который вы для себя избрали, не всякий, допускает ужастик в начале. Вы пишете про какой-то продукт, который хотите втюхать. Какой ужастик? Вы о чем? Если, например, я хочу добиться от человека конкретного действия после прочтения моего текста, дать ему какую-то мотивацию, одну и ту же мотивацию можно дать положительным утверждением, можно дать отрицательным утверждением. Не готов ответить, не знаю. Вот я думаю, что господин Генесарецкий, если захочет, он расскажет. А я не знаю. Спасибо. Ну, все тогда, да? Микрофон уже девать некому. Спасибо вам, ребята. Мне было интересно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok